В ожидании сказки в селе Осычки Савранского района Одесской области заканчивают приготовление к открытию резиденции Святого Николая. Оно состоится уже в это воскресенье, 18 декабря, а 19 числа Николай Чудотворец начнет свой праздничный прием. Об этом он сам рассказал нашей Екатерине Лапицкой. Прежде чем попасть в резиденцию, гостям предстоит пройти весь праздничный маршрут. Первая остановка – трапезная Святого Николая. Она расположилась в помещении Савранского техникума. Здесь можно отдохнуть после дороги, вкусно пообедать и попробовать особое угощение. Это традиционное печье, которое выпекается на Святого Николая, именно нашей местности. Это печье называется «Пани, кони, ангелы», которые печут сами дети-пекари и власноручь их размаливают. То есть это печье ручной работы. Украшением зала занимались работники училища и студенты. Все от светильников и до стульев делали своими руками, в том числе обеды и сладости. Эти красочные пряники готовят для резиденции. Мы украшаем их уже за сегодняшний день. Я сделал 15 английских, а мой напарник сделал сегодня снежинки, помогал мне. В соседнем здании Доме культуры будут проводить концерты, встречать гостей и готовить их к знакомству со Святым Николаем. Мы рассказываем про святого Николая. Дети могут написать письмо чудотворцу, рассказать о себе и о своих заветных желаниях. И пока дети будут собираться, одевать свои шубки, валенки и шапки, наши швидкие олены, которыми керуют наши два ангела, которых вы сегодня увидите в нашей резиденции, очень быстро отмечают до резиденции и передадут эти листы Святому Николаю. И вот после экскурсии по всем праздничным локациям мы наконец-то приехали к самой резиденции. Здесь как раз заканчивают праздничные приготовления. Говорят, Святой Николай уже на месте. Пойдем поздороваемся. В резиденции тепло и уютно. У праздничного дерева в ярком наряде сидит сам чудотворец. Говорит, с нетерпением ждет этот праздник. Помощники обещают все закончить до открытия резиденции. Не нужно ездить в далекие Финляндии и Лапландии. Ту же самую сказку вы можете получить здесь, рядышком всего лишь в трех часах езды от Одессы, или от Киева, или от других городов. Здесь вас ждет Святой Николай. Здесь вас ждут зверушки, лесные жители, которые встречают и взрослых, и детей, где будут проводиться квесты, где будут проводиться интересные конкурсы. Для посетителей готовят множество праздничных мероприятий, концертов и мастер-классов. Побывать в резиденции можно до 19 января включительно.